Всем привет! Bonjour, bonsoir, salut! Модель Саша! Меня зовут Саша и вы наконец-таки смотрите Parfum Stories, где я рассказываю о своих любимых ароматах и необычных каких-то ассоциациях и образах возникающих в моей голове вместе с этими ароматами. Очень давно мы с вами не виделись, как я уже говорила, у меня был огромный, большой, сложнейший проект на полгода, который наконец-таки я сдала, да, можете меня поздравить. Но к этому еще прибавился, да, тот самый злосчастный коронавирус, который не обошел и меня стороной. Я вот болею уже 11 день, но иду на поправку и, как вы понимаете, самое страшное, что может быть для любителя парфюмерии, это лишиться обоняния и вкуса. И меня это тоже не миновало, но сегодня 11 день, я наблюдаю, очень интересно, кстати, это все наблюдать, как ко мне возвращаются потихонечку обоняния, любимые ароматы, запахи, вообще любое все, что пахнет, это очень интересно на самом деле. И сегодня ко мне вернулись запахи жасмина, самым первым ко мне вернулся аромат розы, как ни странно, я везде его стала вычленять потихонечку. С каждым днем он становится все более интенсивнее, сегодня стало пахнуть химия домашняя всякая. Я уже чувствую запах собственной кожи, моего кота, не знаю, все что угодно. И это огромное счастье, поверьте мне, вы не хотите болеть, поэтому, пожалуйста, берегите себя. Я переживаю это все в легкой форме, поэтому совсем скоро поправлюсь окончательно и все будет хорошо. Ну что ж, давайте начинать и продолжать. Сегодня у меня парфюм сториз, как вы видите, не совсем в обычном облике. Я немножко решила поддержать тему Хэллоуина и, наконец-таки, приступить к моей обожаемой музыкальной богине, которую зовут Милен Фарнер. Эту певицу я люблю и боготворю с детства, наравне с Мадонной. Это для меня просто любовь всей моей жизни. Она француженка, на самом деле родилась она в Канаде, но неважно. Поет она по-французски, поет до сих пор, у нее чудесные шоу и потрясающе, мистически таинственное, глубокое, завораживающее меня просто лет, наверное, семи музыка и стихи. Я обожаю ее клипы, обожаю ее видео, даже как-то страшно их назвать клипами, потому что это, по большей части, настоящее драматическое кино каждый раз. И поэтому сегодня я обозревать буду три аромата, которые, как мне кажется, подходят к трем ее ипостасям. Поэтому сегодня парфюм сториз, Милен Фарнер и ароматы, подходящие прекрасной небожительнице. Ну что, вы готовы? Я готова. Вы готовы? Тогда поехали. Ну и начнем мы с такой лайтовой, прекрасной, звенящей, летящей Милен Фарнер. Эта девушка мечтала быть актрисой, но как-то так получилось, что она встретила мужчину в своей жизни на то время. Он же был и режиссером ее прекрасных видео, он же был и автором ее песен. Ну, стихи она писала, по большей части, сама. И тогда закрутилась, завертелась ее музыкальная карьера. Это была середина-конец 80-х. И она просто взорвала не только танцполы, а по большей части взорвала умы таких немножечко консервативных французов. Хотя французы, консервативные. Но даже они окрестили ее женщиной грехом, просто порочной, такой какой-то сатаной. И боялись, значит, смотреть ее видео, чуть ли не анафеме там предавали и так далее. И, собственно говоря, первое видео, которое запомнилось лично мне, и которое просто влюбило в себя, мне кажется, всех-всех-всех и вся, и в то же время вызвало вот эти вот странные чувства отчуждения от нее. Это была песня Либертина. Она супер веселая. Такая супер легкая, летящая. И вот там очень смешной и каверзный текст, надо сказать. Переведите, почитайте. Но сам клип, он исторический, и там уже появляется ее героиня. Вот то самое воплощение Милен Фармер на экране. Это, мне кажется, не совсем то, кем она является в жизни, но она актриса, она проживает эту роль. Либертина, семилетняя война, и у них, значит, там оргии какие-то с женщинами и с мужчинами в камзолах. И, значит, там идут разные всякие приключения у Либертины с ее любовником. Любовники изменяют с другой. Ну, в общем, там целая драка, дуэль, красота, парики, напудренные, кровь, розы, шипы. И вот это вот все. Страсти, мордасти. Милен обожает драму. Она просто королева драмы. И, как ее окрестили французы, королева греха и порока. Но на самом деле это не так. Милен очень ранимая, очень хрустальная, таинственная, мистическая женщина, которая прячется за маской вот этой вседозволенности. И, мне кажется, вот эта молодая Милена, дерзкая, яркая, ничего не боящаяся, свободная, но в то же время внутри очень хрупкая и ранимая, ее прекрасно отображает аромат Гуччи Блум. Я в семнадцатом году, как только он вышел, сразу же в него влюбилась, познакомилась. Это было такое возвращение туберозы, возвращение белых цветов, таких ярких, пышных, страстных, при этом дерзких, молодых, юных. Но уже, знаете, такой прям наглый туберозы, которая говорит очень громко о себе сразу же. Представляется, добрый день, бонжур, я пришла, это я. Вот и, собственно, Либертина, и эта песня, и Милен Фармер именно так о себе заявила. Вот так же громко, так же ярко, так же сочно, напористо, что я пришла, я далеко уходить не собираюсь. Ну и за этим видео последовало дальше клипы по Вуке Сон Дус. Это, конечно, вообще хит всех хитов. Самый долгий клип за историю шоу-бизнеса, по-моему, до сих пор держит эту позицию. Это видео, 17 минут, полная версия. И там, конечно, просто такие баталии разворачиваются. Режиссер превзошел сам себя, он мечтал снять кино, он его снял. На века, как говорится. Там и 600 статистов было привлечено. Снимали в каком-то лесу французском. Более, там, не знаю, 600 тысяч франков на то время еще. Было потрачено на сам клип. Огромное количество костюмов, взрывы, баталии. Вот эта самая семилетняя война. И Милен там играет очень классную такую тоже дерзкую роль. Это, собственно, та самая Либертина, с которой уже продолжается история. Если вы не видели вдруг это видео в 90-е, в лихие, то обязательно освежите память и лишь же посмотрите. Потому что это действительно стоит того. И вот аромат Гуччи Блум. Именно самая первая версия. Дальше уже мне, если честно, фланкеры не очень нравятся. Вот сейчас и ланг, и ланг. Я жду, когда у меня обоняние проснется окончательно. Я его попробую. Все остальное меня не зацепило. А вот Гуччи Блум, почему бы и нет? Я ношу его весной в основном. Но здесь, если говорить о нотах, что я чувствую. Изначально я в него влюбилась из-за жасмина. Здесь жасмин самбак. Затем, естественно, тут раскрылась теплейшая, нежнейшая, порочнейшая тубероза. Но ей придает дерзости вот этот жасмин. Довольно индольный, но остренький. Шероховатый. Тубероза его приобнимает вот своей обтекаемостью какой-то. Он наполняет его изнутри, скраивает вот эти вот острые углы. Больше я, в принципе, кроме вот ярких вот этих белых цветов, здесь, ну, может быть, мускус есть. Я не знаю. Ну, мне нравится. Он, в принципе, мне показался сначала простеньким. Вот таким лайтовым, да, как может показаться эти первые видео ее. Но дальше, когда он раскрывается, особенно в жаркую погоду, это дает тебе понять, что внутри вот этой розовой порселан-баночки, внутри этого фарфорового личика тонкого тела, есть что-то ой-ой-ой горячее, которое скоро раскроется всеми своими лепестками и даст тебе дрозда. А мы переходим с вами дальше. Вуаля! Мы продолжаем наши парфюм-стори с тематикой Милен Фармер и ароматы, которые подходят этой знойной, прекрасной, таинственной, мистической женщине, которая меня вдохновляет уже очень много лет, более 20 лет. Скажите вы, странная тебе женщина нравилась с 7 лет? Да, очень странная. Папа постоянно слушал ее депрессивные, как мама говорила, песни. Опять завела свою шарманку, опять ноет твоя эта флейта, печалится. Но папе очень нравилась она, и я когда увидела вот ее эти все видео, увидела эти огненные ее волосы, тонкие черты лица, что-то во мне откликнулось. Вот я ее чувствую, я ее как-то понимаю. Мне ее музыка и ее проза всегда была близка. На самом деле сама Милен очень любит перечитывать до сих пор стихи Бадлера, Флёр Дюмаль, сборник, и я тоже его обожала. Я, в принципе, когда учила французский в лицее, я учила и по этому сборнику тоже переводила все эти стихи. Ей очень нравится и Горчилей, ей нравится Эдгар По. Это все такое на стороне перехода от небытия, темноты, декаданса к свету. У нее все время вот это вот какое-то странное путешествие в ее музыке, в ее треках, в ее стихах и так далее. Переходим к Милен, которая уже стала взрослой женщиной, которая пишет все более темную музыку, все более какие-то темные уголки своей души женской исследует. Милен училась в католической школе, но это не помешало ей потом создавать такие противоречивые шедевры музыкальные, где она просто в церкви истекает кровью, постоянно она ведет диалог с Богом. У нее есть песня «Агнус Дэй», где она говорит о жертвенности нашей, о рабском каком-то менталитете. У нее очень много связей любви и религии, секса и религии. Очень много таких противоречивых тем, но она как-то по лезвию бритвы, по лезвию ножа все время на острие, на этом каким-то образом удается ей крутиться и оставаться в живых, не оскорблять ничьи чувства. Хотя на самом деле там на нее гонений, ой-ой-ой, сколько было. И вот к такой Милен, которая пишет песни «Агнус Дэй», которая пишет песни более такие сексуальные, томные, а-ля «Je t'e rent ton amour» или «Bio ma control» и так далее, вот та Милен, которую точно везде крутили на MTV, она уже взрослая, самодостаточная женщина. И мне кажется, что ей подходит и вот этим вот нескольким альбомам подходит аромат. Ну вот какой бы вы думали, вот честно, у меня самого аромата нет, сразу говорю, у меня вот 10 мл, но я уже влюбилась. Ну, конечно же, это Фредерик Маль «Portrait of a Lady». Ну что же еще, какая же еще тягучая, томная, бархатно-красная, кровавая роза с черным подтоном бархатным, с пачули, с ладаном вот этим церковным, внутри, который живет и раскрывается только в самые какие-то жаркие моменты. Роза просто нега, которая купается в пачули, которая источает изнутри вот этот ладан, пряную гвоздику. «Portrait of a Lady» — это портрет не просто леди, это портрет Милен Фермер для меня. А так как многие в мире считают Милен французской Мадонной, то тут как бы все сходится, потому что «Portrait of a Lady» — это любимый аромат Мадонны на данный момент, и уже много лет, кстати. «Portrait of a Lady» — это моя просто мега-хотелка. Конечно, очень дорого стоит, я пока не уверена, что куплю себе прям вот новый флакон, найду где-нибудь. Есть классные магазины, типа полфлакона. Привет вам, вот у них я и купила этот от Леванта. И классно, что есть вот такие места, где можно купить от Леванта и разнашивать аромат, особенно если он стоит огромных денег, чтобы ты потом понял, оно тебе точно надо, или доношу десяточку, потому что еще прикуплю десяточку, или найду еще где-нибудь в распиве, там остаток заберу. Вот скорее всего так я и сделаю, потому что, конечно, «Portrait of a Lady» — это аромат шикарной, роскошной женщины. А я такие люблю, потому что сама хочу быть такой шикарной, роскошной, загадочной, тонной. Ну, конечно, я не совсем такая. Но часть меня где-то есть такая. Поэтому «Portrait of a Lady» и «Милен Фармер» — вот именно периода вот тех песен, которые я вам перечислила, «Я возвращаю тебе твою любовь, что ты рон, тон амур», «Драма из драма» просто, в церкви сочится кровью, вот это вот все. А потом «Beyond my control» — это когда ревность тебя сжигает, и она как ведьма, значит, превращается в волчицу, сжирает любовника ее, который изменил ей с другой женщиной, она это увидела, а потом ее на костре, значит, сжигают, как Жанну Дарк. И вот эти вот просто оголенные, как провода чувства, открытая, яркая, обнаженная любовь, страсть, то, что внутри женщины в черном пиджаке есть перчинка, есть чертенок — это 100%. Вот мне кажется, что «Decadence» еще в этом аромате прекрасно отражает взрослую и зрелую Милену, и я ей отдаю «Portrait of a Lady» Фредерик Мари. А мы двигаемся с вами дальше, али-зи, али-зи! Ну что ж, от деликатной и статной, элегантной, но темной Милен переходим к откровенно пошлой Милену. Но она такая мне тоже очень нравится. Порочная, да, на грани уже кича, на грани кемпа, но эта Милен знает толк, мне кажется, в каких-то таких потаенных человеческих, женских и мужских желаниях, которые невозможно держать в себе, которые просто открываются и сексуальные желания твои, и какие-то свободы, какие-то лимиты ты свои преодолеваешь, выпрыгиваешь из своей коробки привычной и вдыхаешь свежий воздух свободы, самовыражения, свободы действий и того, чего ты хочешь делать в жизни. Ты, наконец-таки, взрослая девочка, good girl, gone bad, и она может делать всякие шалости. Вот это наша Милен, которая уехала в Америку в какой-то период, она поссорилась, рассталась со своим прекрасным режиссером-музыкантом, который снимал ей все ее эти шедевральные видео, отправилась искать себя в Лос-Анджелес, в Нью-Йорк, жила какое-то время в Америке и снимала там свои какие-то новые видео, делала новые клипы, и вот оттуда она нам привезла свой мега-хит, который мне очень нравится. Для меня это целая эпоха, для меня это 90-е, для меня это фильм «Красотка» в том числе, но на темной стороне Голливудского бульвара. Там все плохо закончилось, там вам не сказочка с Вичардом Гиром. Песня, как вы, наверное, уже догадались, если знаете творчество Милены, называется «Калифорни». На самом деле клип мне очень зацепил с самого начала. Это история жрицы любви и женщины, которая устала от своей жизни. В параллеле они как бы две близняшки, у которых жизнь, от которой они устали. Жизнь, из которой они хотят обе вылезти, выбраться, каким-то образом изменить ее. С одной стороны мы видим историю куртизанки, ночной бабочки, которая устала стоять на этом бульваре. Она подвергает свою жизнь опасности, и каждый день ее избивает, ее сутенер-любовник-не пойми еще, кто он ей. И она думает, «Боже, как выбраться из этого болота? Что мне с собой сделать?» В то же время, с другой стороны, мы видим жизнь богатой женщины, которая уже все заработала, все увидела в жизни, но у нее нет любви, она абсолютно холодна, у нее нет какого-то желания жить, у нее нет целей. Все постыло ей. Жизнь потеряла свой цвет, потеряла какой-то смысл. И вот они обе встречают пустые глаза друг друга когда-то, проезжая та на своем лимузине, а ночная бабочка голосуя, значит, на бульваре. Они встречаются вот этими пустыми, бездонными глазами, и что-то их друг в друге цепляет. Я не буду вам дальше спойлерить, если вы не видели клип, обязательно посмотрите, песня потрясающая. И мне кажется, что аромат для такой милен, все для меня умещается в период и в аромат, который называется «Опиум». Почему именно опиум? Потому что он пьянящий, потому что он крышесносный, он откровенно сексуальный, он заявляющий о себе. Это подпись знойной женщины для меня. Это подпись непростой женщины. Это яркий автограф просто красной шпилькой, кровью. Это женщина, которая в латексе, мне кажется, просто родилась, вышла с кнутом и прошла, и говорит «Бонжурушка, это я». Ну, правда, я обожаю этот аромат. Может быть, у вас с ним другие ассоциации, более пристойные, но мне кажется, что женщина, которая осмеливается нанести на себя этот аромат, нести его, это очень, очень крутая женщина. Я на самом деле осмелилась только к 35 годам. Я его поняла, я его раскусила, наверное, потому что я раскрыла какую-то часть себя, которая для меня взбудоражила этот аромат и оживила его внутри меня, наполнила меня всеми его ароматическими эликсирами. А здесь их, моя дорогая, просто список пруд-пруди, всяких там составляющих, потому что аромат 77-го, по-моему, года, и здесь просто там, не знаю, 20 с чем-то ингредиентов, бесполезно перечислять. Для меня это вот восточно-пряная композиция. Очень много разных пряностей, а-ля, ну, не знаю, есть ли здесь кориандр, пачули, гвоздика, амбра, не знаю, вот все такое плотное, все такое электризованное, растекающееся в тебе, как вот мед, как патока, и это все тебя согревает изнутри, и, конечно же, шлейф, который вокруг тебя, он очень говорящий. Он говорящий о том, что ты просто знойная красотка, которая ничего не боится, которая очень уверена в себе, но при этом внутри тебя есть некий стержень, есть душа, есть очень много глубины, есть о чем поговорить с любым человеком, обсудить любую тему, это точно аромат эрудированной женщины. В общем, опиум, одурманивающий эликсир знойной женщины, это как раз аромат для героини Милен в клипе «Калифорния». Ну что ж, у нас сегодня с вами действо с переодеваниями, недаром Хэллоуин совсем недавно прошел, и я соскучилась по разным превращениям, поэтому не обессудьте и извините за откровенные наряды, если кого-то это вдруг обидело. Но вообще я это делаю больше для себя, поэтому никого это не обидело. Мы продолжаем, и пришло время выбрать аромат, который я нанесу на себя, и точно почувствую его, вот точно почувствую, потому что розу я пока вычленяю ярче всего в ароматах, поэтому я выбираю сегодня «Фредерит Малл» «Портрит of a Lady». Нанесу его на себя с огромным удовольствием. Это много. Но поверьте, с моей она смея сейчас этого достаточно, чтобы вычленить здесь розу и почули. Ну что же, я была очень счастлива наконец-таки с вами воссоединиться. Давайте болтать в комментариях. Напишите, как вы себя чувствуете, берегите себя обязательно. Если честно, то я человек, который в течение полугода, как только вирус начался, постоянно носила маску, постоянно ее меняла, у меня больше всего в доме ни ароматов, ни духов, нет-нет, ни парфюмов, ни Эду Туалет, а у меня больше всего санитайзеров. Я обрабатываю все и вся, всю одежду проветриваю, постоянно, значит, все протираю, все продукты протираю после того, как покупаю их в магазине. И видите, все равно у меня не миновало вирус. Так что вот такой вот он странный. Хорошо, что в легкой форме. Надеюсь, что скоро это все закончится, и я уже свободно выйду из своего карантинного, закрытого пространства и подышу свежим воздухом. Я вам желаю быть здоровыми, беречь себя обязательно, отдыхать вовремя и, конечно же, следить за своим иммунитетом, потому что это важно. Наша жизнь, она никуда не девается. Она идет вместе с нами. Этот вирус тоже часть жизни. Не нужно его бояться. Нужно быть в дзене, в радости, как-то себя все время веселить, и тогда он пройдет легче и радостнее. Это я вас не настраиваю, а просто делюсь своими лайфхаками. В общем, ребят, я очень соскучилась. Пишите мне, как вам Милен Фармер, знаете ли вы ее. Если не знаете, обязательно посмотрите клип, и я думаю, вы получите удовольствие. Если знаете, какие у вас любимые видео, какие у вас любимые песни, как вы думаете, какие бы ароматы ей подошли с вашей точки зрения. Мне правда очень интересно. Я себе пока вот сижу на карантине, накупила кучу нового, и только сегодня стала чувствовать прямо вот некоторую палитру а-ля цитрусы и вот из жасмины, я уже говорила, поэтому я уже начинаю наконец-таки тестировать свои новинки, и совсем скоро с вами ими поделюсь. Ну что же, это была я, Саша, и Parfum Stories. Обязательно увидимся уже на следующей неделе. Теперь я буду снимать видео гораздо чаще. Не болейте, берегите себя. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok